В общем, Лукашенко заявил, что союз России и Белоруссии будет сильнее Евросоюза. С точки зрения экономики, представляете, Евросоюз это там 20 с лишним процентов мировой экономики. А Лукашенко и Путин, ну и Россия, Белоруссия и Россия это менее 2 процентов мировой экономики. То есть больше чем в 10 раз разница. Это с точки зрения экономики. Но Лукашенко правильно говорит, что если Россия и Белоруссия будут двигаться, как они двигаются, они будут сильнее. Потому что в современном мире экономика уже, как вы понимаете, не работает. Мы переходим из этого состояния, из капиталистического общества, из этой общественно-экономической формации, где главная была экономика, переходим в новый мир, в информационный. А как ни странно, в начальном этапе информационного мира главное это понты. Главное это способность или, вернее так, неспособность, а отсутствие страха получить какую-нибудь пиздюлю. Вот Путин боится пиздюлю? Не, не боится. И Лукашенко не боится. То есть все, что они могли, они уже получили. А поэтому в этом отношении они находятся в лучшем положении, чем Запад, который боится всего. Сейчас вот что-то не так сделаешь, мигранты прибегут, а перед ними надо стелиться, им нельзя сказать, идите нахер отсюда и не пустить. А еще что-то произойдет, там бомбу кинут, там, блин, сколько убытков, а так все налажено, получение прибыли и прочее, прочее. Поэтому, конечно, они с разрушенной экономикой, с пулей в голове имеют колоссальное преимущество перед Западом. Муж Сихановский получил 18 лет колонии. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, ну, не только он, там, массу людей посадили. Ну, я могу деньги поставить, пусть это будет моим прогнозом, что он и половину срока не отбудет. Я готов на это поспорить, что и половину срока он не отсидит. Поэтому это бессмыслица, эти 18 лет и прочее. Там другим дали по 15, 16, 14. И Тихановская высказалась, я буду продолжать защищать человека, которого люблю, который стал лидером для миллиона белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларусь. Но я думаю, что все, что она могла, она уже сделала, ничего другого она больше не сделала, к сожалению. Она могла бы сделать так, чтобы ее муж был на свободе, а Лукашенко в тюрьме. Это она могла бы сделать, но поздно уже. Это надо было делать сразу же, получив, так сказать, итоги выборов. Вот тогда надо было это делать, когда ей предлагали. А сейчас поздняк метаться. То есть это выглядит приблизительно как черепах тортил. Я сама была такой 300 лет тому назад. 300 лет тому назад надо было это делать. Вот различные телеграм-каналы, за что купил, за то и продаю, рассказывают о том, что Тихановская в Брусселе на закрытой встрече с руководителями ЕС Назвала Лукашенко защитником Беларуси от аннексии России и призвала отложить введение новых санкций. Если это так, то это громадная глупость с ее стороны, потому что если эти руководители ЕС и США сдали Украину, то уж, блядь, Беларусь они сдали еще раньше. Так что она зря вообще парится по этому поводу. И ЕС считает, что... Евросоюз считает, что смог оставить приток мигрантов через Белоруссию. Это Боррель об этом заявил. Но я бы так радостно не заявлял об этом. Пока ничего они не остановили. Пока это тайм-аут. Пока это тайм-аут. Пока Лукашенко их нагнул немножко. И они сейчас с ним, я так понимаю, перетирают. Ведут какие-то тайные переговоры. Поэтому либо они будут действовать в интерес к Лукашенко и Путина, либо они получат новую партию старушка, то есть мигрантов. Поэтому и тот, и другой вариант цукцванг. Любой хуже. Сергей, плохо не то, что он был таксистом, плохо что он им не остался. Не, плохо то, что он им и остался этим таксистом. В этом, вы понимаете? Плохо, что он не остался. Это имеется в виду, что он стал президентом. Но плохо и то, что он остался. Может он быть кто-то таксистом, да? Стать президентом и быть президентом. А он так и остался таксистом. А таксист для него главное. Щечки скручивает, обнуляет, накручивает щечки. То есть, что то же самое делает. Он не развился. Субтитры сделал DimaTorzok